Я благодарю Тебя, что Ты взял нас за правую руку, чтобы мы не оставались там, где мы есть. И поэтому мы принимаем от Тебя Твою перспективу, мы принимаем от Тебя Твои результаты нашей жизни. Потому что все, что мы можем сделать, это отдать себя Тебе. А Ты направляешь, Ты управляешь, Ты напаяешь, Ты нас исцеляешь. И все это есть у Тебя для каждого из нас. И пусть ничего не будет задержано в небесах, если это нам нужно прямо сейчас на земле. Мы принимаем от Тебя ясность смысла. Мы принимаем от Тебя водительство Святого Духа, потому что все, водимые Духом Божьим, есть сыны, есть дочери, есть дети Твои. Мы принимаем, Боже, эту способность слышать Тебя и двигаться вместе с Тобой по пути жизни. Я благодарю Тебя, что на нас печать Твоего благоволения для того, чтобы Ты прославился. Для того, чтобы наши судьбы, они принесли много плода. И мы хотим быть в числе этих людей, кто не остается бесплодным. У кого нет пустоцветов на ветвях, а мы хотим, чтобы каждый цветок принес плод. Каждая почка, она распустилась. Каждая веточка, она была зелена и способна плодоносить. Поэтому, Дух Святой, мы благословляем сейчас свои мысли, свои чувства, свои тела, свои души. Все в единстве иметь пред лицом Твоим настрой на Тебя и на Твою волну. И поэтому благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, что могу подчинять и свои мысли Тебе, и тех, кто нас будет слушать и слушает. Я благодарю Тебя, Господи, потому что Ты сказал, имеющий ухо слышать, слышать, да слышат. И мы принимаем способность слышать и способность слушаться. Мы принимаем способность видеть и действовать, исходя из того, что Ты творишь на нашей жизни, свои планы. Благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя, Боже, и подключаюсь сейчас к Твоему источнику. И говорю, во имя Иисуса, подключай, Господь, Сам. От небесного источника пусть течет жизнь, пусть течет живая вода, пусть течет мудрость. В сердца наши преобразуя и готовя нас ко встрече с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы берем наши Библии. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся в Божьем присутствии. И пусть сейчас наши уши, наши сердца будут настроены на волну небес. Спасибо. Итак, друзья, мы с вами можем сегодня продолжить тему, которую говорила в прошлый раз. И опять же, мы ее вряд ли закончим сегодня. Потому что, когда мы прикасаемся к нашему духу, то мы идем просто в огромный объем, который надо научиться не просто вычерпывать, а применять на практике. Если мы умеем применять на практике, тогда то, что написано в послании к римлянам, если живете по плоти, то умрете, а если духом умешляете дела плотские, то живы будете. Нам нужна жизнь, нам нужен избыток. И к этим текстам Писания, думаю, что мы сегодня доберемся. Итак, сегодняшняя часть темы называется «Страх, влияющий на дух». Страх, влияющий на дух. Мы с вами в прошлый раз говорили о нашей душе, о нашей теле, о потребностях. И есть у духа потребности, и есть у духа опасные зоны. И если мы не будем знать, каким образом нам защищать свой дух, не будем знать, где его питать и каким путем, не будем знать, где его опасность подстерегает, то тогда мы можем попадать в эти ловушки. И, к сожалению, практика показывает, что многие люди попадают в них. Поэтому я хочу вместе с вами сегодня заглянуть в эту тему, и сколько успеем, мы проработаем. Текст Писания, который мы в прошлый раз прочитывали, с него я хочу тоже начать, говорящий о нашем духе. Это притча 18 глава. «Дух человека переносит его немощи». Посмотрите, если дух крепкий, он может перенести немощи разного рода. Это и физические немощи, которые выведут человека на исцеление, потому что дух крепкий, потому что связь есть с небом. Это и материальные немощи, вопросы, которые есть где-то какие-то пробелы. Идешь к Богу и решаешь эти вопросы, потому что у него через дух есть отношения с нами. Это вопросы материального мира, не только финансовые, это вопросы окружения отношений с людьми и так далее. Поэтому, когда мы начинаем понимать, что будет атаковаться наш дух врагом, потому что он не хочет, чтобы мы имели сильный и крепкий дух, понятная же логика, правда? Если сильный дух, ему приходится иметь дело с сильным противником. Соответственно, когда каждый раз он проигрывает у сильного противника, для него мы противники, то тогда он хочет обходить уже десятой дорогой. Но понятно, что тогда ему приходится отдавать территории, которые он совсем не хотел бы отдавать, но вынужден отдавать. Это территории человеческих судеб, территории душ людских, это территории разных уровней, сфер общества и так далее. Все территории, куда мы идем с сильным духом, связанные с небесами, дьявол вынужден отдавать. Соответственно, наша задача, нашим духом заниматься. И как можно крепче его делать. И как можно ярче проявлять этот дух в практике жизни. И потому, друзья, когда мы начинаем понимать, что есть что-то, влияющее на наш дух, а вы можете посмотреть, если вы оглянетесь на свою историю жизни, вы поймете, какие ситуации могли ломать ваш дух, где вы были вынуждены сдаться. Я думаю, что такие моменты в нашей судьбе каждый может вспомнить в разном возрасте. Но когда вы начинали крепнуть, когда вы начинали понимать, кто сейчас вас смущает, кто пытается сейчас сбить вас с пути, на который вы когда-то выбрали цель и пошли, то с этого момента начинается рост. До тех пор, пока мы сидим в ракушке, до тех пор, пока мы сидим в комфортной зоне, когда мы не позволяем нашему духу тренироваться, потому что боимся чего-то или еще что-то, то этот дух остается слабый, и он вообще не волнует врага, потому что он знает точно, у этого человека дух слабый. Еще раз, дух человека переносит его немощи. Поэтому нам надо это понимать и помнить. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Вот это вопрос Соломона, который он задавал, поэтому пораженный дух, который тоже есть в жизни человека, его можно, оказывается, подкрепить. И надо понять, кто это может сделать и как. Итак, несколько мест Писания на старте. «Ибо дал нам Бог духа небоязни». Это Тимофея, послание 2 Тимофея, 1 глава. «Нам дал Бог духа небоязни». То есть сразу мы видим, дух страха, дух боязни, он точно не от Бога. Разницей является только один дух, который страха Господнего, который легален. О нем мы сегодня поговорим отчасти, может быть, чуть-чуть покасательной. Когда-нибудь еще я вернусь к этой теме. Но сейчас мы говорим, что дух боязни и дух страха – это не Божья природа, и он к нам не должен иметь отношения. Но что нам дал Бог? Дух силы, любви и целомудрия. Итак, исходя из этого текста, мы уже видим, что если дух боязни не от Бога, что он атакует? Дух силы, любви и целомудрия. Он будет атаковать именно это. Потому что, когда страх приходит, то это отказ помощи от рассудка. Рассудок теряется, целомудрие куда-то девается. И человек не может в этом состоянии противостать обстоятельствам, попадает в панику и становится частью толпы, которая неудержима, где очень многие гибнут, где очень многие идут просто по накатанной. Но Господь говорит нам сегодня, через апостола Павла, «Я не давал тебе дух боязни, но я дал тебе дух силы». А дух силы – это значит, надо укреплять свой дух, чтобы он был сильным. Я дал тебе также дух любви или любовь свою, потому что любовь и совершенная любовь изгоняет всякий страх. Если человек продолжает жить вне любви, любое обстоятельство, любая ситуация его может остановить. Я уже рассказывала тот пример, когда была в Германии, и там мы ехали с пастором в машине и увидели, что впереди загорелась машина. Все остальные стояли, просто смотрели, а там двое людей. Он выскочил, сразу побежал туда, он стал их вытаскивать, он других организовал, чтобы ему помогли, и он их вытащил. Пока приехала скорая, приехала пожарная, машина уже сгорела. Люди смотрели, потому что у них не хватало чего-то, да, мужества, силы, не хватало крепости, не хватало решительности, не хватало любви, в конце концов. Для них это чужие люди. Зачем рисковать своей жизнью? Но тот, кто имеет силу любви и целомудрия, и саму силу как фактор, он это делает, не задумываясь. Не задумываясь в логике, но подчиняясь духу. Вот что, друзья, важно, имея в духе своем ту крепость, на которой ты можешь решаться и двигаться, а Господь таких защищает и помогает. Еще одно место Писания, Римлянам 8, 15, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе». Оказывается, рабство, которое приходит в жизни человека в виде алкоголя, в виде бунта, в виде наркотиков, в виде азарта, в виде блуда, чтобы не было рабства на духовном уровне, это то, что приходит туда из-за страха. Из-за страха, может быть, не все себе признаются в этом, что страх, но страх одиночества, страх непринятым быть, страх непохожим быть на других, потому что человек попал в общество, и общество начинает ему диктовать, как себя вести. Ему чужды эти вещи, но он оказался частью этого общества и думает, чтобы меня приняли, мне надо так себя вести. Вспомните подростками, когда могли быть, как искали атмосферу, при которой тебя бы приняли. Это страх. Страх, что тебя не поймут, страх, что тебя извернут, страх, что тебя сделают изгоем общества. Но на самом деле, друзья, когда мы имеем свободу от этого страха, мы идем, и мы становимся влиятельными в обществе. Вот тогда мы только можем менять общество, когда мы не частью его являемся атмосферой, зараженной разного рода размытыми границами. И потому то, что мне хочется сегодня вместе с вами эти вещи утверждать в себе, потому что мы приняли духа усыновления. Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Поэтому кто еще себя не чувствует сыном, дочерью, царя, царей, то сегодня то время, когда надо восстановить этот статус. Просто сказать, Господи, прости, что я постоянно искал, может быть, внимание со стороны людей. Я постоянно искал, чтобы одобряли то, что я делаю, выбор, который я делаю. Но на самом деле, друзья, не всегда приятно слышать то, что является коррекцией. Но так важно это уметь слышать, потому что иначе ты останешься там, где ты есть. Главное понять, что это Бог тебя корректирует. Главное услышать, что Он сейчас говорит не как уничижение тебя, как личности, а как тот, который говорит, я о тебе мечтал, я тебя сотворил для своих высоких задач и целей, но духом тебе сейчас надо заниматься. Я дал тебе рождение свыше, потому что блаженны, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Поэтому как только мы признаем свою нищету духа и потребность Бога, так к нам приходит власть Царства Божьего, то есть власть быть его детем. А когда мы уже живем в этом Царстве, то наследник такой ли в детстве ничем не отличается от раба, хотя господин всего. Значит, наша ответственность, находясь уже в Царстве, расти, и расти как можно качественней, приобретая все необходимое не только в количестве лет, но в качестве преображенной судьбы, преображенной жизни. Потому что если только количество лет люди считают, я уже столько лет в Боге, кто-то говорит, я 20, я 30, вы знаете, я уже 50, в Боге осознанно. И поэтому вообще-то не годы определяют количество нашего качественного развития, но на самом деле определяет гораздо большее что-то, когда я говорю, Господи, я не хочу 50 лет потратить, я хочу их вложить, я хочу жить в Тебе, развиваться в Тебе, независимо от того, как смотрят люди, как они меня чувствуют, понимают или нет, меня это не волновало, очень многие годы меня не волновало. Был период, когда я понимала, что у меня что-то такое, наверное, не так, потому что все хотят одно, у меня желание другое. Мы приехали на море, все хотят на море, а я хочу с пастором пообщаться, мне так интересно было, я нашла такие перлы, там людей, которые находились, я со всеми хотела пообщаться, потому что я реально понимала, тот багаж, который у них есть, я хочу им обладать. Поэтому да, это не значит, что я не ходила на море, но я говорю о приоритетах. И поэтому, когда мы с вами начинаем взвешивать свои ценности, тогда в юности на меня могли смотреть немножко странно. И говорили, слушай, ну мы же сюда для этого приехали. Я говорю, да, хорошо, мы успеем, но сейчас мне интересно вот это. И поэтому, да, я задавала непростые вопросы этим людям, да, я докапывалась до того, что они мне, один мне сказал, пастор, если бы ты не была женщина, я бы с тобой иначе поговорил. Тогда девушку он мне назвал, девушку, потому что я была молодая. Я говорю, ну говорите со мной, как вам хочется, но я хочу действительно докопаться до правды. Потому что вопросы были непростые. Я задавала их в лоб, я называла их напрямую. Мне это было важно, мне это было значимо, потому что я хотела роста. Я не хочу оставаться там, где я есть. И поэтому, друзья, я вас просто, может быть, вызов этот бросаю. Если твой дух слабый, значит, ты просто не растешь. Ты находишься в церкви, но ты не растешь, а надо расти, чтобы дух укреплялся, чтобы можно было выставать, выставать против любой вражеской природы и не бояться туда выйти, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Если ты это знаешь не в теории, а на практике, тогда ты идешь смело. Тогда ты можешь говорить, пошел вон с дороги, я сюда пришел или пришла, значит, здесь Царство Божье утвердится. Да, мы не сразу берем огромные территории, но забираем одно за другим. И это тоже Божий принцип. Когда мы начинали школу христианскую, и тогда это на той волне, многие люди начали, возможность появилась какая-то, хотя бы, да, в 90-е годы, на старте 90-х, и мы ее начали. И тогда все начинали сразу 10 классов. Я говорю, Господь, как действовать? Он говорит, мало по малу, мало по малу, шаг за шагом. Поэтому взяли только один класс первый, и на нем уже тренировались, на нем уже смотрели, что можно развивать, и так поэтапно каждый класс прибавляли с каждым годом. И вот это как раз и есть Божьи уроки, когда ты их слышишь, когда ты в них начинаешь двигаться, и тогда ты получаешь результаты. Поэтому нельзя оставаться там, где ты есть, или бояться, а вдруг закроют, а вдруг что-то будет не так. Однако мы учили, учились, и производили результаты. И в этом была милость Божья, потому что нам дал Бог дух усыновления, которым называем Ава-Очи. То есть мы говорим, любимый папочка. Видите, Ава-Очи, это так переводится. Кто-то говорит, какая-то фамильярность, так с Богом разговаривать. Но вот мы читаем, это просто не совсем на нашем языке, но Ава-Очи – это любимый, это тот, кого я ценю, это тот, кто ценит меня. И вот это усыновление мы получили, чтобы имели доступ в тронный зал, друзья. В тронный зал мы можем зайти к Отцу свободно. Псалом 105. И посмотрим, что еще влияет на дух человека. Что еще влияет? Посмотрите. «И прогневали Бога у воды Меривы». Вот Меривы. Что там происходило? Кто помнит? Что было у вод Меривы? «Там была горькая вода, и они все возроптали на Моисея и сказали, куда ты нас привел в пустыне? Тут горькая вода, мы все погибнем. Горькую воду пить не можем». И вот там они возроптали на Моисея, и Моисей потерпел за них. То есть, получается, они вызвали его через что? «Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Видите, оказывается, можно не только душу огорчить, можно дух огорчить. Дух огорчить можно. На уровне души это все решается гораздо легче. То есть, ты почувствовал какое-то сейчас, может быть, ощущение боли, ощущение неприятного состояния, и у тебя есть право выбора, решишь ты прощать или нет. И когда ты принимаешь решение сразу прощать, то душа твоя получает освобождение практически сразу. Но когда огорчается дух, это то, что не успел даже Моисей заметить. Оно просто сразу туда проникло. А почему так случилось? Потому что Моисей был наикратчайший человек на земле. Так его Библия оценивает. Но вот наступает момент, когда этот наикратчайший человек оказался под таким шквалом ропота, под таким шквалом недовольства, и каждый раз Бог его выводил. И говорил, мясо им надо, я дам, так что из ноздрей полезет. И полезло же. А Моисей говорит, как это может быть? А Бог ему говорит, разве есть что-то невозможное для Бога? Вот так, друзья. И мы сейчас как раз о мясе помолимся, чтобы было в нашей стране всегда хорошая продукция. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас сможем молиться к Тебе, чтобы народ не роптал, а доверял. Доверял Тебе и знал, что сегодня эта возможность, она существует, когда по всей земле есть искажения, извращения на разных уровнях, и в питании в том числе, то мы не пропускаем эти программы на территорию нашей страны. Мы молимся пред лицом Твоим, как имеющий власть, потому что повеление бодрствующих это определено, по приговору святых назначено. Мы говорим, пища, которую сотворил Бог для этого, она будет на наших столах, она будет в наших домах, и магазины будут очищены от всякой подделки. Я благодарю Тебя, Господи, что мы сейчас об этом молимся, и для нас это важно, когда мы взываем такому Богу, который сотворил и сказал, вот это я сотворил вам для пищи. И пусть, Господь, вот это будет программой питания для нашей земли, для нашей страны. И мы сейчас заступаемся, потому что нам важно, чтобы наши дети, они жили в благоприятных условиях и обстановке, чтобы они знали лично Тебя, Тебе поклонялись, Тебе служили. А все ситуации, которые сегодня взрываются, все ситуации, которые сегодня разрушают судьбы, мы туда идем со словом созидательным, мы идем со словом чудес, со словом знамений, и говорим, Господь, Ты творил чудеса и творишь, и Ты знаешь, как это делать. Поэтому во имя Иисуса Христа, Бог чудотворения, приди на территорию нашей земли. Господь, который может выращивать части тела, приди на эту территорию с новыми частями. Мы просто открываем Твою хранилищницу отсюда с земли, потому что Ты сказал, что земля, она когда взывает, небо слышит, и небо отвечает. Поэтому мы взываем и говорим, Господи, кто потерял руки и ноги, да будут они восстановлены. Чудеснейшим образом, потому что Бог чудес имеет в виду это делать. Господи, я благодарю Тебя, что раны Ты исцеляешь, что Ты, Господь, смертный приговор отменяешь, но назначаешь жизнь, а когда Ты назначил жить, то никто это не отменит. Поэтому во имя Иисуса Христа живи, живи тот, кто потерял надежду, живи тот, кто сейчас остался в одиночестве и не имеет поддержки нигде. Но, Господи, ангелом Своим Ты повелеваешь. Ангелом Своим повелеваешь. Кому надо перенести в безопасную зону, переноси. Кому надо прикоснуться сейчас руками исцеления, исцеляй, потому что ранами Твоими мы исцелены. И я благодарю Тебя, Боже, что с каждым днем становится лучше и лучше каждому, кто к Тебе взывает об исцелении. И это исцеление возрастает. Как Ты сказал, исцеление возрастет, когда Ты отпустишь обиженных, когда не будешь держать обиду внутри себя, а отпустишь или попросишь прощения. Исцеление возрастет. И пусть оно возрастает, Господь. Пусть оно возрастает прямо сейчас, когда молитва творится во имя Господа Иисуса Христа. И это молитва согласия. Это молитва праведных. Вы, Иисусе Христе, мы получили эту праведность от Тебя. И мы ее творим. И говорим, Господи, сверши по просьбе народа Твоего во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся, друзья. Итак, если чей-то дух огорчен, потому что не успел отреагировать, не успел, потому что много раз били в одно и то же место. И с Моисеем было то же самое. Когда они возроптали, он сказал, Господи, а где я возьму столько мяса? А Бог говорит, я дам и дам много. Где я возьму столько мяса? То Господь ему сказал, есть ли что невозможное для меня? Вот один из вопросов, который я разбирала тогда с людьми, которые прошли дальше, чем я были, старше меня. Я задавала им вопрос. И мне задали вопрос. Как ты думаешь, в пустыне где жара? И Господь кормил их несколько дней мясом, так что полезло из ушей, ведь из ноздрей. Так что это было? Что там все тухлое мясо? Оно же стухло. Могло стухнуть, там же жара. И вы знаете, конечно, когда мы начинаем такие вопросы задумываться, мы понимаем, что-то там было иначе. То есть Господь нагнал столько перепелов, а вы знаете, перепела, они не очень активно летают. Поэтому их там было много, и они были живые. Они могли каждый день новых перепелов брать для себя. Поэтому Господь не давал мертвое мясо. У него все живое. У него все живое. И поэтому эти перепела, они летали столько, сколько им надо было, пока они не наедятся настолько, что вообще ропот закончился. Но, к сожалению, он не закончился. Вот и Мериева опять это показали. И Моисей ударил по скале, когда надо было просто сказать. И потому, друзья, когда дух его огорчился, он не просто приступил к какой-то черту Божьего послушания. Он сам не вошел в землю обетования, только увидел ее. Вот что такое огорченный дух. Поэтому да сохранит нас Господь. Не пропускать обиду дальше души, а в душе ею разбираться, с нею разобраться. Но чтобы дух наш не был поражен никакой обидой, никакой болью, никаким ропотом, никаким страхом. Потому что дух — это эпицентр нашей личности. Это то, что должно нас держать на плаву всегда. И поэтому, если дух слабый, он будет все время колебаться от всяких состояний ветра, учений или мнений человеческих. Что входит в понятие дух, друзья? Мы уже с вами в прошлый раз коснулись чуть-чуть, да? Это интуиция и совесть. Это то, что мы можем туда присоединить. Интуиция и совесть. В таком случае, давайте скажем так, всегда ли интуиция нас правильно ведет? Не всегда, Тамарочка. Молодец, правильно. Не всегда. Почему? Иногда интуиция срабатывает, а иногда нет. Почему люди не всегда доверяют интуиции? Потому что, говорит, вот там вот она сработала, а тут нет. В чем причина? Потому что интуиция связана с душой нашей. Если душа искажена сейчас болью, обидой, страхами, то она нас поведет не туда. Видите, как важно наблюдать за состоянием собственной души. Я с чем сейчас выхожу на какую-то ситуацию, чтобы услышать, что говорит Господь сейчас мне? Если ты вышел туда со страхом, у тебя все закрыто. У тебя сейчас логика, она поражена, потому что помощь от рассудка потерялась. У тебя сейчас эмоции уже под влиянием страха. Картина рисуется страхом. И все. И интуиция тебя ведет не туда. И человек тогда начинает говорить, о, я вот это понял, я вот это. Нет. Страх надо сначала прогнать. Надо запретить ему действовать сейчас на территории твоей логики, на территории твоей души. И вот тогда, когда мы смотрим, мне надо решать серьезные вопросы. А я не могу услышать, что Бог говорит во мне. Я не могу услышать, что даже интуиция моя мне подсказывает. Ведь Бог-то больше интуиции. Но интуиция – это тоже часть Божья в нас. И за нее мы в ответственности. В смысле душевного состояния. Когда мы душевно себя можем готовить. Вот, например, представьте состояние. У Аарона умирают сыновья. Когда Корей, Дафан и Аверон, да, и там сыновья поднялись против, говорят, полно все правы. Один, не один только Моисей. Они поднялись. И Господь сказал, отойди, Моисей. Отойди, Аарон. Я сейчас с ними разбираюсь. И вот они погибают. На глазах у отца. Что говорит Бог Аарону? Аарон, ты не можешь плакать о них. Почему? Я же человек, у меня же эмоции. Ты не можешь плакать о них. Потому что ты священник Бога Всевышнего. Я тебя поставил служить мне. И поэтому тебе надо сейчас доверить мне эту ситуацию. Вот что такое, друзья, крепкий дух. Когда даже в ситуации, когда печаль, а ты приходишь Бога, славишь Его и торжествуешь в Нем. Не потому что ты человек равнодушный, а потому что ты в доверии Ему можешь остаться. И твой дух через это крепнет. Поэтому я просто вас вдохновляю, друзья, не ведитесь на эмоциях и обстоятельствах. Они будут нас толкать всегда на какую-то обочину, чтобы сказать, ну я же вот такой, я же такое пережил, я только собрался на служение, а такое обрушилось. Да, будет обрушиваться каждый раз, как пойдешь на служение, если ты будешь на это реагировать. А если ты противостал этому и сказал, а я иду, а я иду поклоняться Богу, невзирая на то, что я сейчас услышал, невзирая на то, что я сейчас увидел, я иду Ему поклоняться, а Господь сказал мне, ищите Царство Божие и правды, а остальное все приложится. Поэтому ты, Господь, знаешь, как помочь мне решить этот вопрос. Вы знаете, сколько раз мне приходилось выходить на какие-то ответственные служения, и когда что-то взрывалось, кто-то что-то звонил, кто-то что-то писал, какие-то события, и когда я продолжала выходить, я сказал, Господь, я разберусь потом. Это не значит, что я все брошу, я разберусь потом, но сейчас я пойду тебе служить. Я сейчас пойду делать то, что ты мне показываешь и то, что ты мне говоришь. Некоторые служения занимали несколько дней, потому что мы выезды делали с разными служениями. И когда я возвращалась, то было уже все решено. Я так удивлялась. Я думаю, Господи, надо же, как это казалось невероятно на старте, и как это легко, когда ты уже вернулся со служения, потому что ты доверил Ему эти вопросы. И потому, друзья, я говорю это из практики, это работает. Но если ты попадаешься в какой-то капкан эмоциональный, у тебя мысли сейчас уже забиты, тебе надо Богу служить, а ты не можешь, у тебя тоска на лице, у тебя печаль в сердце, в глазах, то Господь говорит, ты вообще-то ко мне пришел, а надо приходить с радостью, потому что я-то на троне, я-то царствую, мне-то все подчинено, и если ты не доверяешь, то ты доверишь свою ситуацию, я с ней справлюсь. Друзья, крепкий дух небо опускает на землю. Надломленный дух, он ищет помощи. С одной стороны, это нормально, мы даны друг другу, чтобы помогать, но если постоянно, ты 20 лет в церкви, и тебе всегда помогают, это ненормально, ты не растешь. Но если ты растешь и говоришь, Господи, вот я, пошли меня, помоги мне сейчас дальше крепнуть и помогать другим людям, и когда ты в этом направлении движешься, Господь реально и поможет, и укрепит, и поддержит. Итак, интуиция, она влияет от нашего душевного состояния, за которым надо наблюдать, что ты чувствуешь, что ты мыслишь, о чем ты сейчас рассуждаешь, и в принципе, какие решения принимаешь. Но там еще есть и совесть. А совесть, вы знаете, что это интересное, да, состояние совести, если мы посмотрим, как оно звучит, совесть — это весть, связанная с кем-то. Совесть. Внутри нас есть какая-то часть, которая должна получить весть. И вот когда эта весть приходит, мы понимаем, неправильно ты поступаешь. Кто понимает, о чем речь? То есть в нас приходит какая-то информация, и мы понимаем, я сейчас не должен это говорить. Либо уже сказал, и понимаешь, надо было молчать. Либо сказать иначе. Что это? Это живая совесть, потому что тебе весть приходит от Бога, на тот внутренний стержень, в котором мы называем ее совестью. Но оказывается, друзья, совесть, если мы за ней наблюдаем, если мы за ней не просто наблюдаем, а помогаем ей состояться в нашей жизни, то эта совесть, она будет всегда говорить вовремя. Но не все сегодня, мы говорим иногда, каких мы людей, как мы их называем, если совести не видим в них? Бессовестные. А мы можем сказать, это люди, которые весть уже не принимают, они ее не слышат. Божью весть уже не слышат. Как вы думаете, как они туда попали? Ведь надо же знать, не в плане того, чтобы их осудить, а в плане того, чтобы самим не попасть. Как попадают люди, которые теряют совесть в эту зону? Апостол Павел нам об этом, оказывается, хорошо говорит. Это 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих и 2. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Значит, учения бесовские и духи обольстителей будут влиять на совесть, сейчас мы это увидим, потому что они приводят к образу жизни. Вот эти духи обольщения и бесовские духи, они приводят к образу жизни, который называется лицемерие. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, через лицемерие лжесловесников». Итак, два параметра, которые нам надо здесь отметить. Это лицемерие и это ложь. Если человек говорит в глаза одно, думает другое, а делает третье, то это явно выраженная лицемерие. То есть взвешивает какого-то другого человека по лицу и говорит, вот с этим я вот так себя буду вести, а вот с этим вот так себя буду вести. И это уже лицемерие, которое влияет на совесть, друзья. Потому что это уже ложный образ мышления и образ жизни. И об этом сказал Иисус, когда Он воевал с лицемерием больше всего, пока был на этой земле. И когда Он воевал с этим лицемерием, что происходило? Гробы окрашены. Кому Он это говорил? Вождям народа своего. И Он говорил открытым текстом, потому что внутри вы исполнены хищения. Я желаю, друзья, чтобы сегодня, когда мы можем анализировать свое сердце, свою жизнь, чтобы в нас лицемерие никогда не имело никакого отголоска. Поэтому Господь в течение этой недели будет показывать, где какие-то зоны, в которых тебе надо выровнять, чтобы там лицемерие не работало. Это не значит, что все надо говорить прямо в глаза и начальнику, и мужу, и жене, и детям. Все прямо. Я ж не буду лицемерить? Нет, тут нужна мудрость. Не надо лицемерить, но не надо все говорить в глаза. Надо задать Богу вопрос. Кому что сказать? Чтобы было слово вовремя и приправлено всегда чем? Солью благодати. И вот если мы это принимаем, и апостол Павел говорит, чтобы знать, как отвечать каждому, где молчать, где говорить, чтобы знать, как отвечать каждому. И вот тогда, когда мы дружим с мудростью, когда мы просим совета у Бога, тогда наша совесть, она всегда в живых отношениях с Творцом. И тогда совесть, как часть нашего Духа, живая составляющая, а не мертвая. И поэтому я желаю, чтобы мы на это с вами обращали внимание. Итак, друзья, а страх что делает? Если мы посмотрим Евангелие от Луки, 21 глава, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущей на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Что такое силы небесные? Я как-то готовила проповедь, но еще до нее не дошла, чтобы ее выдать, но поэтому просто фрагменты, силы небесные. Что это такое? Это все, что мы сегодня имеем, как сотворенное Богом. Во-первых, да? Это земля, которую он нам подарил. Когда земля колеблется, кому-то приходилось быть при землетрясении? Что происходит внутри с человеком в этот момент? Страх и паника сразу следом, да? Потому что то, что всегда было твердым под твоими ногами, вдруг заколебалось. И ты вообще не знаешь, куда бежать. Земля-то круглая, но она же вся трясется. И поэтому Господь говорит, все, что я сотворил, начнет потрясаться, и небо собьется, как свиток. И все, что будет там происходить с громами, с молниями, с прочими вещами, это то, чего раньше люди видели, но не в таком масштабе, как это будет происходить. Силы небесные поколеблются, и тогда, и тогда мы уже прочитали, люди будут издыхать от ожидания, издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Потому что обстоятельства вокруг нас начинают влиять на психику человека, на его мышление, на его привычный образ жизни, который вдруг потрясается. И дальше как жить? Друзья, и поэтому, а нам дал Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Поэтому мы принимаем этот Дух на свой Дух и принимаем в наш Дух эту связь. Потому что, если страх — это духовная природа, влиять он будет на Дух. Поэтому нам важно с ним разбираться. Итак, я хочу вместе с вами сейчас посмотреть. Если живете по плоти, то умрете. Если Духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Как это делать? Как Духом умиршляют дела плотские? Я думаю, что практика в этом смысле она очень важна. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. А в верхний стих, и так, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поэтому, когда мы живем по плоти и делаем так, как все это делают окружающие нас люди, то мы живем в соответствии этого общества и законов этого мира. И тогда мы точно так же начинаем воздыхать от бедствий, ожидания. Кстати, вот это хорошее выражение ожидания бедствий. А почему? Потому что страх притягивает проблему. Как только люди пропустили страх в себя, все, страх начинает тянуть то, чего ты боишься. И это стопроцентно всегда происходит, если ты только страх не остановишь вовремя. Я сказал, страх, я с тобой не партнерствую, пошел вон от меня, ты сюда, в мой дух, влияния и власти не имеешь. Мой дух укреплен Господом. Вы знаете, это не значит, что мы никогда не можем пережить влияние страха. Можем, потому что его много вокруг. Но как только он начинает влиять, у тебя уже есть или нет, чем ответить? Вот в чем вопрос. Если есть, чем ответить и сразу его прогнать, то страх убирается вон. А если нет, тогда картина за картиной, перед твоими глазами начинают вставать те перспективы, от которых тебе становится еще страшней. И все, он начинает заползать. Страх тогда заползает, заползает в сознание, в подсознание, в эмоции, напоминает что-то из прошлого. И вот тогда начинается уже влияние на дух, потому что душу он прошел беспрепятственно. И тут влияние на дух, чтобы его заразить, поразить, и чтобы тебе нечем было противостоять. И так, друзья, это от нас многое зависит. Помните, когда Бог сказал Каину, Каин, что он ему сказал? Отчего поникло лицо твое? Когда что-то происходит с нашей душой, на лице это видно, правда? Это только очень мастер какой-то театральный может скрыть на своем лице и показать, что не, у меня все нормально, хотя там кошки скребут. А у нас и то, если ты человек остался один на него посмотреть, сразу увидишь, что у него на лице. Как пришел один клоун, вернее, клоун приехал в город и там многих радовал и так далее. А потом к психиатру пришел один человек и говорит, мне нужна помощь, мне нужна срочная помощь, я в глубокой депрессии. Он так посмотрел на него, говорит, слушайте, у нас как раз приехал сейчас клоун, вот вам просто повезло, пойдите на его выступление, вы точно порадуетесь. Говорит, только я этот клоун. Вы знаете, друзья, даже вот театралы могут что-то сыграть, но внутри ты себя не изменишь. Так легко. Там нужна работа духа. Там необходимо, чтобы туда проникла природа духовного мира. Это когда дух Господень приходит к живой вере, тогда страх, он вынужден ретироваться, потому что вера и любовь изгоняют страх. Но, соответственно, когда мы с вами помним, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, говорит Бог Каину. А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Поэтому та же самая природа, которая могла прогнать грех у сердца, а ведь что такое страх? Это же тоже грех. А почему, друзья, страх это грех? Вроде это эмоция, в нас это проявляется как эмоция, но я сказал, что это дух. Это все-таки дух. Он не дал нам дух боязни, он не дал дух страха. Значит, это дух. А если это дух, и он влияет на нас, он пытается через душу попасть в нашу внутренность, в наш дух, чтобы потом отвратить нас от призвания, чтобы не принести те таланты, о которых мы сегодня слышали в умноженном виде, чтобы человек жил и сидел под какими-то ложными идеями. Вот таким образом. А грех это не попасть в цель собственной жизни. Вот что такое грех. Это не просто грех, ты где-то там оступился, что-то сделал неправильно, а когда цель твоей жизни, она не достигнута. И поэтому здесь мы говорим, что страх это реально грех. Он будет тебя удерживать от твоего призвания. Он от цели твоей жизни будет тебя отвращать постоянно страхами, картинами и, соответственно, влиянием на твой дух. Поэтому Господь говорит, у дверей грех, то есть в душе твоей уже что-то есть, но ты господствуй на нем. Вот как мы побеждаем любую плотскую природу. Я господствую над тобой. Я господствую над тобой. Друзья, я много раз испытывал это даже в мелочах. Когда ты можешь быть устал, когда ты можешь сейчас посидеть где-то в тишине, в спокойствие и вдруг тебе раз какой-то сигнал. Тебе надо сейчас сделать это. Тебе надо позвонить. Тебе надо сейчас встать срочно. Сделать это. Тебе надо взять сейчас телефон. И вот когда вот эти сигналы, а ты вроде сидел в расслаблении, ты сразу берешь и ты понимаешь, вот пошел процесс, тебе надо сейчас включаться в ситуацию. Поэтому я верю Богу, который внутри нас эти сигналы дает. Но как только лень начинает тебя приводить вот в это состояние беспечности, а дух говорит, ты сейчас господствуй над этим. Поэтому поднимайся и двигайся. И вы знаете, друзья, когда мы думаем, что боязливый это что-то такое, ну, не видно же, ну, мало ли я живу со страхом или нет, то в книге Откровения написано, 21 глава, побеждающий наследует все и буду ему Богом, а он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, всех лжецов, учесть в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Хочу остановиться на первых двух. Боязливых же и неверных. Это идет сочетание. Когда человек боязлив, он будет неверный. Отсюда предательство, отсюда неверность в отношениях, отсюда не доводить дело начатое до конца, страх там имеет влияние. Боязливых же и неверных. Участь очень печальная. И поэтому, друзья, если мы понимаем, что такое дальше перечисленное скверны или там идолослужение, чародейство, любодеяние, все это уже, так скажем, такого махрового, да, варианта, мы уже это реально понимаем, что это грех. Если образ жизни такой человека, то он его туда, естественно, и приведет. Но здесь идет речь, первое, боязливых. Поэтому, да, сохранит нас Господь от такого страха, но переведет нас в страх Господен. И сейчас то, что я еще коротко хочу успеть, из книги Иова, вам известны эти строчки, где жизнь Иова была, подверглась атаке со стороны сатаны. В связи с тем, что времени не хватает, я сейчас прочту только отдельные стихи и больше из смыслового перевода. Сначала из перевода синодального фрагмента. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь, сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Начало мудрости, страх Господень, да, и удаляться от зла, как раз и возненавидеть зло, это и есть мудрость. Страх Господень ненавидит зло. И отвечал с это на Господу, сказав, «Разве даром богобоязненный ов?» Интересно, что мы здесь видим какую-то немножко оборотную сторону. Обычно люди, когда у них все благополучно, они страх Господень теряют. Не обращали внимания на это? Когда годами идет все благополучно, и устраивается, 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 потом человек одну грань переступил, другую грань переступил, и как-то он уже говорит, «Ну, меня Господь и такого любит, вообще благодать, она все сделала, и все нормально, мне ничего не надо к этому прикладывать». Мы видим как бы обратную сторону, а тут дьявол настолько искусно, когда он при всем благополучии продолжает иметь страх Господень, а он говорит, «Разве даром богобоязненного? Ты же его всем оградил». Представляете, какая его хитрость, как он идет, вместо того, чтобы сказать, «Посмотри, какой молодец, он даже при всем благополучии продолжает мне служить, продолжает меня действительно искренне почитать, как отца своего». А вот такой он использовал ход. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его, благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Вот какие провокации дьявол может сегодня продолжать говорить на каждого из нас. «Ну да сохранит нас Господь от этих провокаций». Знаете, я даже помолилась, сказала, «Господь, не ведись на провокацию дьявола в моей жизни. Я хочу жить под защитой дальше и служить тебе, иметь страх, Господи, на все, что ты дал». Но Господь сказал сатане, «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Добился своего и пошел творить. А теперь я прочитаю из смыслового перевода, потому что здесь это больше понятно и видно. «Жил душевный, успешный человек, но был он постоянно угнетенный и враждебно преследуемый духом нечистым, духом нечистым, хотя и старался жить непорочно в страхе пред Богом и не делать зла в его понимании. И были у него прекрасные результаты в жизни, полнота Божья в материальном мире, полнота душевная, спокойствие, удовлетворение жизнью и довольство собой. Все, что принадлежало ему, это богатства земные, видимые человеческим оком. Это полнота человеческого представления об изобилии. И был он известен среди тех, кто стремился к познанию истины и желал жить во свете, послушании Богу и Его Слову. Вот как Господь его характеризует. Потомство его собиралось и радовалось жизни, пропускаю часть. Когда время радостного эмоционального приподнятого настроения заканчивалось у них, Иов, угнетенный и враждебно преследуемый страхом, молился за них. Друзья мои, из какой мотивации творится молитва сегодня в вашей жизни? Если из страха это не тот мотив. Что-то там кто-то сделал, что-то не туда попал, а может быть с ним там что-то случится. Я его сейчас отправляю в лагерь. А вдруг с ним что-то будет? Не творите молитву из страха. Потому что здесь мы видим, когда Иов, угнетенный, враждебно преследуемый страхом, молился за них, за каждого из них, персонально рассуждая сам себе так. А вдруг? А вдруг? Сыновья мои думают и поступают не по воле Божьей, навлекая на себя гнев его, чтобы не случилось с ними чего плохого. И так он постоянно жил с этими мыслями страха, гнетущими его. Поэтому я хочу, друзья, чтобы мы с вами проверяли свое сознание. А чем же я наполняюсь? Есть ли во мне страхи, которые сейчас формируют во мне какие-то мысли неправильные? Либо я все-таки живу в соответствии с тем, что Бог обо мне мечтал. Когда мы говорим, а я дойду до конца в своей жизни, я исполню стопроцентно волю Отца. Я сделаю то, что Он мне предназначил, потому что Бог со мной. Потому что Он мне сказал, не бойся бы я с тобой. Я тебя вывел, я тебя проведу и доведу до результата. И потому, друзья, результат нам это не наши плоды физических усилий или даже эмоциональных, а плоды нам будут от Него. И Он нам это сказал. Да, мы делаем то, что мы можем, но плоды масштабности, которые Бог нас благословил, мы никогда бы сами не заработали и не сделали. Ну, если кто-то, может быть, скажет, а я заработал, ну, посмотри, где там Бог тебе вообще-то это помогал и споспешистовал. Если ты думаешь, что ты все делал сам. А вот тогда, когда люди так говорят, я все сам, как начинает все сыпаться и теряться, тогда их говорят, а где же Бог-то ваш? На наш-то с нами. Пусть Он и с тобой будет. И вот сатана пришел перед Богом, и здесь его диалог немножко в другой интерпретации. Где ты был на этот раз и откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу. Я смотрел, как на земле происходит движение жизни и наблюдал за ее развитием. Потому что дьявол ничего творить не может, а разрушать может. Поэтому он наблюдает, как все развивается, и где только дается ему возможность туда попасть, он там все разрушает. Поэтому это его принцип. Он разрушитель по сути своей. И Бог говорит, обратил ли ты внимание, нет такого, как он человек зрелого, всеми силами сопротивляющегося тебе, человека, пытающегося хранить себя в чистоте, святости, чтобы твои желания не коснулись его и чтобы ему не идти по твоему пути мыслей. И отвечал сатана, разве ты щедро не платишь ему за его внимание и послушание тебе? Видите, вопрос платы. Вот как дьявол подходит. Ты же служишь, тебе платят? Или там, а тебе платят? Вот его подход и здесь. А ты разве ему не платишь? Вообще-то Бог не платил Иову за его жизнь. А он его благословлял, потому что любил. Вот суть нашего отца. Он любит благословлять, он любит миловать, он щедрый отец. И поэтому Иов не зарабатывал отношения отца, а он просто жил в этих отношениях. И Бог ему щедро все давал. А вот дьявольский подход. Разве ты не платишь ему щедро? Ты ведь окружил его и все, что принадлежит ему, защитой, охраной так, что к нему не подступишься. Спасибо, отец. Да пусть не подступится. Чтобы твоя охрана была такой, чтобы не подступился. Высвободил слово твое на все, что он делает. Господь, высвобождай слово твое на все, что мы делаем. Чтобы все в его жизни совершалось по воле твоей. Отлично. Чтобы все в нашей жизни совершалось только по его воле. По воле твоей. И богатство его умножается. И распространяясь по земле. Ведь это ты за него все делаешь, обращаясь с ним, как с ребенком. А вот это уже пусть будет не про нас. Господь, дай нам быть зрелыми людьми, вместе с тобой, сотрудниками и с работниками твоими. Но тут, по крайней мере, дьявол это так увидел. Но если ты не будешь делать все вместо него, способен ли он будет без тебя жить сам? Без него-то не надо точно. Без Бога мы не живем. Совершая все словом твоим, как это делаешь ты, тогда и посмотришь, насколько он зрелый и духовный. Итак, друзья, вот это подсказка в данном случае со стороны врага. То есть зрелость и духовность, она определяется, насколько ты живешь вот этим практическим словом. Практическим словом. Потому что образ жизни, как вот дух, приходящий, да, в это время, что последние дни будут люди, которые будут лицемерно жить, которые будут жить под страхами, которые будут жить в соответствии с теми программами обольстительного духа. Вот это не про нас пусть будет. Образ жизни, он влияет на окружающих. Не просто слова, которые ты знаешь, а ты живешь так, как учишь. И, кстати, сказать, жизнь за пределами зала очень важна и значима, потому что мы оттуда приносим сюда определенную платформу для принятия нового. Вот когда там мы ее расширяем, пределы своего мышления, своего сердца, своей жажды пред Богом, сюда мы приходим, а Господь говорит, вот тебе на твою жажду, вот тебе на твой запрос по откровению, я тебе здесь даю. Тогда, когда там мы это получаем, а когда мы это не делаем там, а приходим, сидит человек, может зевать, может спать, потому что ему, в общем-то, неинтересно, потому что он ничего не делал предыдущую неделю, чтобы там свою жажду расширить и сердце свое приготовить для Божьего семени. Итак, вопрос дьявола, будет ли он общаться по-прежнему с тобой, не отречется ли от тебя, чтобы пойти по моему пути? И мы знаем, что Господь ему позволил прикоснуться, и сказал Господь сатане, вот все, что есть у него материальному, можешь забрать, твое оно, но его самого не трогай. Но на этом ты не остановилась. Мы знаем вторую часть, да, во второй главе. Я пропускаю синодальный перевод, чтобы, ну, вы сами его прочитаете, если захотите, для сравнения. А буду сразу читать смысловой. Вторая глава. Было время, когда пришли ангелы Божьи, служащие людям, на земле, к Богу. Слава Богу за ангелов, которые служат людям на земле. И они имеют совет Божий, они там получают от Бога, что им делать здесь с нами, на этой земле. И с ними пришли, пришел и противник Бога для оспаривания своих прав. И сказал Господь сатане, этому противнику Божьему, где ты был на этот раз? И вот что он отвечает, я смотрел, как на земле происходит движение жизни, наблюдал за ее развитием, сказал то же самое. «Обратил ли ты внимание на послушника моего, которого ты угнетаешь и преследуешь страхом? Нет такого, как он на всей земле, человека зрелого, всеми силами сопротивляющегося тебе, человека, пытающегося хранить себя в чистоте и святости, чтобы твои желания не коснулись его, и чтобы ему не идти по твоему пути мыслей. Ты испытал его, заняв твою территорию в его душе, но он остался верен мне, а ты хотел поглотить его злом и умертвить его навсегда». И отвечал сатана Господа и сказал, «Ты же только поверхностно открыл в нем мою территорию». Друзья мои, давайте идти на глубину своего сердца и там разбираться. Не поверхностно, не по внешним каким-то параметрам. А если глубже открыть его душу и посмотреть, вся его жизнь пропитана страхом, и он готов отдать все, чтобы освободиться от него, в глубинах его души есть моя территория, где я имею право господствовать. Друзья мои, как важно нам заниматься своей душой глубже, не поверхностно, не пробегать по каким-то там территориям своей личности, а говорить, «Господь, а что в глубине моей души? Дай мне встретиться самим собой в твоем присутствии, не просто один на один с собой, в твоем присутствии, чтобы свет загорелся, чтобы я увидел перспективу выхода». И Господь тебе скажет, «Укрепляйте свой дух». Потому что мы знаем, молитва, прославление, чтение Божьего Слова, это все укрепляет. И мы это знаем. Поэтому я сейчас сюда не иду. Я верю, что вы знаете эти параметры. Я сейчас о другом. Где опасности, как от этого избавиться, как страх убрать из своей жизни, как убрать то, что называется непрощение, которое интуицию нашу заражает и так далее. Вот это то, о чем я вижу свою задачу сегодня с вами говорить. «А если глубже открыть его душу и посмотреть, вся его жизнь пропитана страхом. И поэтому убери свою руку с моей территории в его душе и позволь мне господствовать на ней, тогда и посмотрим, что он скажет о тебе». Видите, есть какой-то момент, когда мы еще можем господствовать над своей душой и наводить там порядок. Но если мы это не делаем, есть диалог против нас, когда дьявол начинает говорить, а я хочу дотронуться до моего, до моей части. Ведь он же пропустил эту сигнализацию внутрь себя. Он же пропустил когда-то и заглотил эту наживку. «И сказал Господь сатане, вот вся твоя территория в его душе принадлежит тебе, действуй на ней, но всей его души не трогай и не прикасайся к ней, она моя». И пошел сатана от лица Господня и востребовал плод страха, находящийся в душе Иова. Долго лет, много лет и долгое время находился страх внутри, так что даже плод созрел. И он востребовал плод страха. Друзья, я очень хочу, чтобы мы, как Божий народ, были свободны от дьявольской части в нашей душе, от его части в нашей личности. Потому что Иисус Христос мог сказать, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. И поэтому у нас с вами есть возможность проверять себя и задавать вопрос. Господь, есть ли во мне какая-то часть? Кто-то живет в страхе перед будущим, кто-то живет в страхе перед обеспечением, кто-то живет в страхе о своих детях или внуках, а как дальше будет? Друзья, это все страхи, не Божьи. Потому что, когда ты родился, тебе было страшно, как ты жизнь проживешь? А почему нет? Да потому что младенческое доверие стопроцентное. Вот как ни странно, вы знаете, есть цикличность нашей жизни. С одной стороны, нам не надо в детство впадать, но с другой стороны, нам надо доверять так, как младенцы. Тогда никто не задумывался, как будет жить. Да, и жизнь-то прожили непростую, правда? У каждого своя есть история жизни, у каждого есть свои этапы, но как-то мы прожили, как-то мы даже оттуда вышли и доверяли Богу, и выросли в чем-то, уже и прошли события жизни, которые раньше нас могли просто затормозить. Потому что мы-то стали доверять и верить Ему. Так как ты думаешь, будущность твоя, он что, не усмотрит? Финиш твой он не усмотрит? Или твоих детей, внуков, разве он там потерялся? Или их потеряет из виду? Да нет, конечно. И поэтому вера это то, что вытесняет страх. Любовь это то, что поражает любую природу страха. Когда мы любим Бога, любим людей, молимся из этой позиции, то вера начинает в нас сформировать картины, которые нам надо увидеть, их запечатлеть и благодарить Бога за то, что эти картины я уже вижу. И благодарю тебя, Господь, что так будет в моей жизни, так будет в жизни моих детей. У меня было это несколько раз. Когда Господь какую-то картину дал, я говорю, мы едем с одним человеком вместе, я говорю, слушай, я это видела вот недавно. Мне Господь показал такую картину. И значит, это придет в мою жизнь. Я не знаю, каким образом, не знаю, когда. Через месяц я это имела. Еще одну картину увидела. Там, правда, год прошел, но все равно я увидела и сказала, мы с сестрой ехали. Я говорю, Нина, вот запомни, вот я сейчас тебе говорю, что будет в жизни моей. Я не знаю, когда, но я точно увидела эту картину, значит, это будет. И это случилось. И это все большие масштабы. Это, знаете, это не пончик купить. И даже не велосипед. Это что-то гораздо больше. Это как раз то, на что я не могла рассчитывать в своих финансовых возможностях, еще каких-то возможностях. Я просто увидела и сказала, Господь, согласна. Я это принимаю. Оно приходит в мою жизнь. Поэтому вот, что такое вера, друзья. Когда ты что-то увидел, ты это имеешь. Только вопрос времени, когда это к тебе придет. И сейчас я также говорю, Господь, я хочу четко увидеть храм Библии. И он придет. И он придет. Потому что вера, она росла у меня в течение жизни. И он мне показывал какие-то такие невероятные масштабы. Значит, и это придет. И это станет реальностью для нашей жизни. И еще буквально пару слов. Востребовал плод страха, находящийся в душе Иова, и тот стал очевиден в нем во всей полноте, поразив его тело этой лютой проказой греха, страхом. Видите, как плод из души вылез, проказой на тело. Поэтому как можно быстрее освобождаемся от всяких страхов. И, соответственно, и стал Иов пытаться избавляться от болезни по плоти, чтобы хоть как-то облегчить от нее страдания, и ничего не мог изменить в бессилии действия по плоти. И уже новые мысли приходили в его душу, и что Бог бессилен ему помочь, и он не слышит тебя, ты ему не нужен, откажись от его помощи, и умри, и закончится все твое страдание. Кто-то знаком с такими мыслями? Рук нет, слава Богу. А все-таки есть, да? Знаем, когда идет вот эта атака на душу и на дух, мы можем такие мысли слышать, но они не наши, друзья. Поймите, если мысль пришла в твою голову, это не значит, что она твоя. Если ты там хозяин на территории своей души, ты хозяин, хозяйство свое и распространяй. Будь господином своей личности. И как только подобные мысли пришли, ты только задай вопрос, что? Что ты мне говоришь? Пошел вон отсюда, я тебя узнал. Друзья, чем увереннее мы противостоим подобным вещам, тем быстрее они отступят. Но если ты начинаешь жалеть себя и вот эту жилетку на себя одеваешь и еще других сюда же хочешь заставить так же мыслить, то этот дух самосожаления это очень сильный нечистый дух. Он тебя как удав просто вот так скрутит и все. Поэтому подобные мысли это не наши мысли мы от них отказываемся и мы их узнаем. Но он сказал своей душе о как мне нравится как он ответил замолчи ты исчерпала все свои знания и время твоих советов закончилось в моей жизни. Вот вам советую такие слова произносить. Бог благ, справедлив и добр и время зла закончится а его добро грядет в мою жизнь. Вот этот рецепт я вам просто передаю. Как только подобные мысли приходят вот так замолчи душа время твоего твоего совета закончилось для меня. Я беру совет из духа потому что мне духу надо иметь крепость и мой дух он будет крепким и все обстоятельства я смогу побеждать. Итак, друзья поднимаемся к сожалению мое время закончилось а мыслей еще много но я хочу чтобы мы это усвоили и могли в этом двинуться. Небесный Отец я благодарю тебя что мы можем прямо сейчас передать тебе наши переживания наши слова наши мысли все что не твое пусть оно будет стерто с нашего дисплея будет стерто с нашего мышления потому что нам очень важно чтобы наш дух он был крепким он не был слабым он не был колеблющимся под обстоятельствами а он был крепким и противостоящим любым ситуациям и обстоятельствам и поэтому если время душевных советов закончилось то мы полагаем предел предел тьме в нашей судьбе и говорим во имя Иисуса Христа а наша жизнь это дерево посаженное у потоков вод о котором мы сегодня пели и потому эти корни они опускаются глубоко к водам живым и потому на наших ветвях всегда зелень свежая всегда появляются новые листья всегда появляются новые плоды и я благодарю тебя Господь что для нас ты предназначил полноту победы полноту плода полноту радости полноту любви полноту защиты полноту твоего благословения которое обогащает и печали не приносит и мы принимаем от тебя прямо сейчас твои потоки благодати твои потоки шалома твоего мира и твои потоки радости избавления от всех обстоятельств и ситуаций которые могут нас каким-то образом тормозить а мы говорим тормоз снимаем газ нажимаем спасибо отец во имя Иисуса Христа аминь и структу аминь аминь и аминь и и Продолжение следует...